друзья привет с вами игорь канал баллады рыбалки вот и сегодняшнее моё видео это ответ на многочисленные просьбы наших зарубежных ребята именно казахов ребят из узбекистана из болгарии из сербии таджикистана которые просили сделать русскоязычную дорожку вот вот какое дело ребят youtube если выкладываешь просто как бы русскоязычную дорожку если бы я хотел просто там условно говоря перевести свой ролик про белого амура и выложить его воспримет это как плагиат к сожалению не получается делать мультиязычные дубляжи хотя бы мы этого очень хотели мы хотели вообще как бы изначально запускать там на четырех языковых платформах на английском языке на русском на украинском языке и на португальском языке но к сожалению youtube не может пока по крайней мере не может дать такую возможность вот соответственно мы пришли немножко к другому решению этого вопроса первое мы обрезали сам ролик вам его сделали меньше выбрали основную скажем так как как по мне да то есть часть которая касается именно подходов к ловле белого амура вот и воспользовались помощью искусственного интеллекта то бишь наложили туда специфический дубляж это конечно хуже чем оригинальный перевод но по крайней мере бана у нас не будет вот и далее вы увидите как как раз уже дублированный ролик при помощи искусственного интеллекта зато принципе скажете да то есть заходит вам такой формат или нет если дату но по-хорошему мы можем вот так вот пока что выкручиваться пока пока не будет ну скажем так какого-то другого результата также вам напоминаю что у нас 14 языков на которых мы выпускаем свои видео то есть но они идут формате субтитров поэтому если вы не понимаете украинский язык вы можете включить субтитровую дорожку и видеть непосредственно там уже как бы там перевод тех или иных слов также я хочу анонсировать то что мы запустили англоязычную версию баллады о рыбалке вот она будет ссылочка будет под вот этим видео и кому более комфортно и зрителей смотреть нас на языке оригинала то бишь на англоязычный но это больше для англоязычной аудитории вы можете смотреть наши ролики которые будут выходить в том числе и на англоязычные платформы они будут точно также переводиться при помощи искусственного интеллекта пришел ну пока по крайней мере и на другой возможности как это делать не придумали да если у кого-то кто-то знает либо есть какие-то идеи то пожалуйста нам можете как бы написать вот а пока что смотрите дальше жду ваших комментариев не просто вот это первое видео которое мы выпустим в таком формате мне просто вот именно интересно что вы думаете вот по поводу вот такого варианта выпуска приятного просмотра всем пока до следующей встречи в зависимости от водоема где вы будете ловить не столько самого водоема сколько окружающей среды в этом водоеме наличие или отсутствие течения глубины и доступности к самому водоему начну с самого простого и возможно для большинства любимого способа это классическая прямая поплавочная удочка которую можно использовать во многих ситуациях если не знаешь она выглядит так выбирайте удилище которое в среднем было пяти метров лучше если это будет углеродное удилище потому что как я уже говорил рыба довольно мощная и снасть должна быть соответствующей чтобы не получилось так что каждый клев рыбы закончится у вас минус удилище относительно нити это или леска непосредственно предпочтение отдается прямой лески вы прикрепляете нить в крайнем случае когда у вас условно говоря экземпляры один в один весом от 20 килограммов даже от 10 килограммов но лучше выбирайте леску диаметр желательно не более 0,25 метра когда вы отправляетесь за этой рыбой помните что должна быть очень прочная и качественная леска для рыбалки по причине отсутствия определенных навыков в его извлечения особенно в местах где есть вероятность его запутывания в ветви в пни вы просто можете не вывернуть его и закончится обрывом если водоем достаточно чист и есть достаточный запас лески плюс нормальная катушка то вы можете просто его заморить в общем провести всю эту баталию с условно тонкой леской почему я обращаю на это внимание он может проигнорировать вашу приманку там где будет толстая леска я неоднократно наблюдал за этим и на практике убедился в этом на сто процентов второе крючки 6 и 10 интервал от 6 до 10 это все не используйте большие крючки они вам просто не нужны лучше возьмите те крючки которые в этом диапазоне будут такие как нужно то есть не распрямляться не ломаться атакованный обязательно крючок мы конечно отдадим предпочтение японским крючкам потому что качество там действительно высокая я лично рекомендую их вам я ловлю прямо такими крючками в чем их особенность они выглядят примерно таким образом видите в них нет жало не обязательно использовать их именно это не реклама . это скажем так еще не было случая что он у меня сломался рыба ушла при засечке крючок впивается рыба не вырвется единственное что вам не нужно слишком ослаблять это вообще не нужно но с этой крючка мало шансов что у вас убежит рыба я не знаю как сделаны но они бессмертный точка в крайнем случае вы можете использовать карповые крючки которые выдерживают достаточно сильные нагрузки теперь относительно грузила используйте скользящие грузила и так у вас должно быть одно зажим второй зажим и плавающий груз между ними зачем это нужно ваша основная задача на поплавочную удочку сделать максимально легкий и незаметный монтаж когда идет клев рыба достаточно осторожно она должна свободно тянуть его это мой совет вы конечно можете использовать фиксированный груз но лучше этого не делать относительно поплавка идеальный вариант это перо оно очень легкое или можете использовать по своему усмотрению здесь уже как удобно и желаете теперь на что вам эту же удочку бросать сначала кукуруза мой совет использовать ее сырой если сейчас сезон выращивания кукурузы если вы возьмете молодую сочную кукурузу то будет идеально не используйте слишком крупные наживки пусть это будет всего одна две кукурузенки не слишком крупные но этого будет достаточно и вы также можете попробовать ловить на удочку на пучок зелени просто берите ее и бросайте условно говоря куда-то на дно итак если вы ловите у берега это будет нормально для ловли на удочку используйте если вы будете ловить с дна это лично моя рекомендация берите водоросль хвощ он так выглядит тесто можете использовать кукурузу это самый распространенный способ либо что-то из фруктовых насаждений абрикос персик когда вы ловите с поверхности это особенно полезно будет в теплое время года утром и вечером когда амур будет подходить ближе к воде по моим наблюдениям он больше находится в верхних слоях воды чем в нижних слоях воды особенно утром и вечером и потом отходит от берега поэтому лучше всего попробуйте забрасывать почти под самый камыш или под кувшинки или под ветки в зависимости от того где вы будете ловить бросайте так чтобы ваша приманка плавала то есть это второй способ ловли здесь вы можете использовать два наиболее распространенных варианта первый вариант ловля на тростник и второй вариант хлебная корка которая также будет плавать работает и то и другое спрячьте крючок в хлебной корке так чтобы его жало не было видно это важно также тростник надевать лист тростника можно по-разному вы можете воспользоваться моим советом и достать мякоть из него верхняя часть которой мягкая вы можете просто сложить его в книжечку закрепить крючком а затем надеть ту же кругляшечку из тростника которая соединяется когда вы вытащите верхушку камыша вы поймете о чем я говорю и бросайте его просто чтобы оно плыло единственное если там есть проточная вода то имейте в виду что ваш снасть будет плыть предварительно подумайте как вы это сделаете чтобы оно держалось на месте это должно быть какое-то легкое грузило условно говоря скользящее чтобы снасть могла плавать на поверхности воды брусок должен удерживать его на месте чтобы не смыло течением даже немного не перекидывайте слишком часто иначе вы просто испугаете рыбу и ничего не поймаете вариант 2 это ловля на фидер непосредственно мой совет также использовать леску а не нить лучше использовать нить там где клюет белый амур и в очень короткой перспективе он окажется где-то или глубоко в камышах или в кустах иными словами вы не можете контролировать его даже на уровне самой нити если у вас относительно чистый водоем то лучше использовать леску потому что белый амур очень хорошо видит все это дело особенно когда чистая вода отсутствие его клева может быть прямо связано с этим однако еще раз подчеркиваю выбирайте достаточно крепкую леску чтобы избежать возможного обрыва из приманки на фидер как правило также используют тесто может быть кукуруза это наиболее распространенные варианты можно также использовать что-то из фруктовых насадок овощи на фидер не очень хорошо идут я не знаю почему я кстати эту часть как раз и не знаю на удочку лучше овощи идут чем на фидер возможно потому что оно имеет свойство ложится непосредственно на дно может быть в этом дело но ваше снаряжение также должно быть достаточно легким лучше всего использовать для этого flat feeder он и легкий и достаточно далеко можно его забросить вы можете использовать любые насадки то есть это могут быть фруктовые насадки это может быть кукуруза тесто почему-то мало кто из нас использует с рыболовов но это один из лучших вариантов для ловли с дна не только для амура но и для карпа в том числе теперь я расскажу о двух способах его ловли который не уверен что многие используют или вообще не используют первый точнее третий способ ловли белого амура это на джик да вы именно правильно услышали эта приманка специально созданная для привлечения хищника давайте скажем выберите легкий джик выберите ну я даже не буду говорить точно какую именно выбирайте в магазине вариацию с фруктовыми вкусами вам нужно именно такое снаряжение под джиголовку или варианты имитирующие водоросли тоже существуют хорошо давайте скажем так продавцы которые торгуют этой кухней должны это знать техника также будет отличаться от ловли хищника то есть вам нужно проводить близко к дну но медленно фактически это будет определенная имитация конкретного вида водоросли иногда случается что рыба не клюет на удочки или фидер но правильная проводка дает результаты возможно это последний вариант который я предложу вам попробовать если вы пришли к водоему и видите что белый амур плавает на поверхности так сказать вы можете попробовать ловить его на поппер вот как они выглядят также с ароматами фруктов вы можете купить ароматизатор но не переусердствуйте потому что количество химикатов что будет отличаться от запаха фруктов условно говоря концентрация если вы переборщите она больше пугает белого амура чем привлекает его нежный тонкий запах важен примите это к сведению вы просто бросаете поппер на поверхность он плывет и амур имеет свойство подплыть к нему и укусить единственное что прикройте крючки закройте чтобы крючки не высовывались с открытым жалом это может быть какой-то кусочек водоросли или камыша или что-то еще этого будет достаточно не делайте так чтобы они не были покрытыми следующий разговор о следующем что не нравится белому амуру либо какую из приманок оснасток или наживок белый амур быстрее проигнорирует чем предпочтет мои наблюдения показывают что когда у вас есть приманки непосредственно это насекомые червячки опарыши и другие живые существа связанные с этим и выглядывает крючок амур этого не любит кто-то скажет что это все ерунда что рыба там не видит крючка возможно большинству пресноводных животных это совсем не важно но амур он осторожный он пробует несколько раз сначала приманку а потом ее глотает и когда он попадает на крючок он отходит лучше закрывать крючок чтобы избежать убегания это первое принципе мясные приманки это не лучший вариант для ловли белого амура учитывая что есть целый ряд комбинаций на что его можно поймать я бы сказал что он просто проигнорирует большинство таких приманок но я еще раз хочу подчеркнуть что это зависит от конкретного водоема возможно что кроме них он вообще ничего не ест это редко но такое тоже может быть чтобы рыбаки не заклевывали меня за то что я когда-то поймал амура на червяка 3 яркие и достаточно крупные приманки с высокой вероятностью белым амуром будут проигнорированы когда вы предпочитаете насадки приманки и т дней примите во внимание этот фактор если например вы возьмете трех кукурузы и возьмете одну кукурузу с высокой вероятностью амур клюнет там где одна кукурузина я привожу вам эту аналогию чтобы вы примерно поняли если вы например понимаете пенотеста который будет ярко красным либо зеленым либо желтым он намного лучше отнесется к умеренной яркости цветов или слишком ярких и насыщенных цветов также обратите внимание на это ароматы это наверное один из ключевых элементов сначала ему не нравятся искусственные ароматы некоторые рыбаки считают особенно в начале своего пути если в ведре там каша или в приманке впаять целую кучу химикатов это будет здорово чем больше тем лучше распространяется запах рыба видит эпицентр это полная ложь лучше вообще не использовать никаких искусственных запахов противном случае если вы пытаетесь ароматизировать поппер например или о силикончике о котором я говорил ранее немного совсем немного очень очень немного и все что не является характерным для живых запахов просто игнорируете вы вообще его не используете 5 вероятно это в основном последнее не используйте тяжелые наживки или приманки постарайтесь чтобы у вас они были легче потому что как я уже говорил выше амур в первую очередь он сначала пробует и потом он глотает если у вас будет тяжелая насадка с высокой вероятностью не будет есть только толкает носом теперь давайте поговорим о том что белый амур не очень любит или не любит различные виды мясных насадок с открытым крючком если у вас случай когда белый амур не может есть зелень потому что он у вас клюет как-то прямо на опарыш какие-то комары используйте закрытый крючок то есть закройте его вашей приманкой принцип клювания белого амура заключается в том что он сначала осторожно пробует пищу затем он уже глотает эту приманку не относится к случаям когда рыба очень голодна и она с силой хватает все и уходит это довольно редко случается поэтому закрывайте жало во вторых постарайтесь вообще не использовать мясные приманки для этой рыбы потому что при наличии других вариантов ловли белого амура это последнее чем нужно злоупотреблять третье это когда вы используете достаточно крупные насадки яркого цвета он не хочет большие и тяжелые насадки или яркие неестественные цвета постарайтесь минимизировать количество этого в своем рационе четвертое и вероятно одно из самых распространенных это то что рыба не любит неестественные запахи и ароматы постарайтесь использовать меньше химии единственное исключение когда вы добавляете силиконки попперы и тому подобное чтобы придать им фруктовые или овощные вкусы но делайте это очень осторожно и внимательно используя пример с огурцом объясню чтобы вы поняли вот огурец вот вы его нюхайте он имеет определенный запах и вы открываете бутылочку с ароматом огуречным он намного более интенсивный он концентрированный наносите аромат на приманку так чтобы запахи огурца и приманки были практически одинаковы это то о чем я сейчас говорю и так следующее это место где он не любит находиться как я уже упоминал ранее белый амор не слишком приветствует сильное течение но если у нас есть водоем например с течением река давайте возьмем хороший пример на реке есть порог вот глубоко-глубоко а потом идет порог обычно там где перекат течение идет сильнее на примере это может выглядеть примерно так как на реке где мы рыбачили итак находится место перед порогом где река течет слабо и там где начинают появляться зеленые растения он будет плавать место где уже идет течение он не любит таких мест и особенно когда течение она еще связана там с каменистым дном он тоже этого не любит теперь относительно загрязнения не может терпеть загрязнения если у вас есть дно она в мусоре там лежат разные банки кеды и все остальное он будет стараться как можно дальше держаться от этих мест если вы возьмете точно такие же условия с дном то так сказать ил ил плюс различные банки бутылки и прочие предметы там где банки стаканы он в максимуме будет делать это проплывет не любит очень сильно не любит и также если у вас есть река или озеро где то есть труба выходящая из того или иного завода которая сбрасывает отходы в водоем скорее всего он будет обходить 10 дорогой потому что не любит повторяю когда в воде есть загрязнения и мусор обычно в любом производстве она сливает хоть и очищенную как бы воду но она загрязнена и требует специальной очистки если вы ловите белого амура и знаете что у вас где-то рядом есть отбросы в реку выберите для них место которое будет выше по течению от места возможного загрязнения относительно дна его предпочтение касательно дна это мягкое дно это может быть либо мягкая глина либо ил затем идет песок а уже потом когда нет других вариантов это каменистое дно каменное дно не его любимая часть это связано с тем что он ищет себе пищу на илистом дне реки достаточно интенсивно растет зелень обилием кроорганизмов делает его любимым местом для него и соответственно на камнях мало что есть единственное исключение это когда на каменистых небольших глубинах есть зелень она идет как мог я не помню как правильно называется как на картинке плюс минус тогда он может там пастись время от времени однако если у него есть альтернатива с мягким дном кувшинкой камышом и т дней то он предпочтет такое место пребывания теперь давайте перейдем к техникам которые могут значительно помочь вам при ловле белого амура это комбинация атмосферного давления ветра и времени суток когда его лучше ловить сначала белый амур очень не любит резких изменений давления он лучше всего клюет когда давление стабильно если давление понижается или повышается это не лучший день чтобы его ловить если выбирать между постепенным снижением давления и постепенным повышением давления лучше выбирать с постепенным увеличением давления и если уже такая погода Предпочтительнее использовать стабилизацию Иными словами, если у вас первый день проходит с резким снижением или резким повышением Второй день плюс-минус адаптация Третий день – это когда рыба начинает проявлять какую-то активность Примите это во внимание Ветер По моим наблюдениям, амур не любит сильного ветра Когда на водоеме идет сильный ветер, белый амур будет искать защиту в более защищенных местах Самая распространенная ситуация – при сильном ветре белый амур плывет к камышам или кустам Если, например, там растет какая-то верба под берегом, или клены, или еще какие-то Это, так сказать, будет плюс-минус его тянуть туда Третий вариант – кувшинка Он также предпочтет непосредственно кувшинку, чтобы как-то компенсировать сильный ветер Когда вообще нет ветра, это тоже не очень хорошо для белого амура из-за недостатка кислорода в воде Исключение, когда температура не очень высока Иными словами, условно говоря, у нас температура не превысит 25 градусов В таком случае отсутствие ветра будет довольно благоприятным фактором С единственным исключением, что когда на водоеме достаточно тихо и вода не перегрета Он может быть как под камышом, так и в зарослях, так и выходить на заболоченное место, чтобы питаться И он может быть рассеян по водоему, но поскольку это стайная рыба, и если вы попали на место его обитания Плюс-минус, вы поймете, что если один подошел, то скорее всего будет продолжение Но он также может мигрировать Давайте скажем так, наиболее благоприятен умеренный ветер Он создает, фактически, это относится не только к белому амуру, но прежде всего к нему Что умеренный ветер создает определенные течения, определенные движения зелени, определенные движения микроорганизмов И это лучшее время, чтобы поймать его непосредственно Разные глубины воды, утро, вечер, особенно вблизи берега Полдень, это скорее спуск в ямы и в глубины При выборе места для рыбалки учитывайте также погодные условия и температуру воды И плюс-минус умеренный ветер Это идеальный день для вашей рыбалки на белого амура Что касается времени суток, честно говоря, когда у вас будут оба фактора Именно давление и ветер, так что вы можете весь день хорошо ловить белого амура Объедините свои знания относительно того, что утро-вечер ближе к берегу И вторая половина дня далее от берега Если ширина водоема меньше трех метров У вас там вообще нет такого выбора И когда вы уже собрались на рыбалку, всегда берите с собой вариации Из насадок, которые позволят вам варьировать как дно, так и поверхность Рекомендую проверить, ибо иногда он не клюет с дна Клюет сверху, а иногда даже наоборот Поэтому я и говорю, что каждому водоему у вас должны быть определенные наблюдения и регулярные проверки Теперь мы плавно переходим к распространенным ошибкам, которые допускают рыбаки Для ловли этого вида рыбы И почему он может не клевать Это не является обязательной догмой или аксиомой Это зависит от условий водоема, о которых я упоминал ранее, включая температуру воды и ее прозрачность Может отличаться И ошибки при его ловле Первое Чаще всего Рыбаки, которые Ловят карпа Они на Амура также используют достаточно Большие насадки Если цепляем на карпа Две-три кукурузы, это считается нормальным Бойлик, это считается нормально Амур это не любит И поэтому, когда вы хотите Увеличить шансы на его улов Минимизировать Не используйте насадку Очень там, большой такой, чтобы она Не вмещалась у него во рту Это довольно деликатная рыба с точки зрения Своего поведения Помни об этом Второе Нетерпеливость рыбаков Скажем так Ну, давайте сразу Начнем с того, что у нас рыбалка Имеет Две специфики Первое Это когда Люди идут на рыбалку Потому что они, скажем так, закадычные рыбаки И они готовы сидеть там часами Смотреть на поплавок в полной тишине Второе Идут, чтобы просто отдохнуть Расслабиться и Ну, скажем так, не слишком сильно придерживаться тишины Если вы из другой категории людей Имейте в виду, что Шанс поймать амура У вас будет скорее случайностью Чем закономерностью Рыба не любит нетерпеливых людей Белый амур не для нетерпеливых В вашем случае Когда идешь за этой рыбой Имейте в виду, что нужно запастись терпением И это терпение имеет две итерации Первое Не торопитесь слишком быстро Подсекать крупного белого амура Обычно он делает первые две поклевки Он просто проверяет вашу приманку на безопасность По критериям, которые его там интересуют с точки зрения Обезопасить себя Чем крупнее рыба, тем осторожнее Второе терпение будет непосредственно В возможности соблюдать тишину Вы поняли, о чем я Это не ааа, вот как бывает на рыбалке А тишина, чтобы рыба вас не услышала Особенно если вы ловите на удочку И ловите поблизости от берега Если вы ловите с моста Туп-туп-туп по мосту Имейте в виду Скорее всего Это не приведет к укусу белого амура Вы должны либо минимизировать эти разногласия Или лучше вообще ловить с земли, с берега Где они не так распределяются Это касается терпения Ошибка номер три Это очень тяжелое оборудование Это когда поплавок у вас тяжелый Нескользящая грузила Увеличивает вес снаряжения И третье, это когда вы делаете Еще плюс к этому Тяжелую насадку То есть, амурткнет ее носом пару раз Он подумает, что здесь что-то не так Давайте поговорим Как в природе выглядит та Либо другая кукуруза, условно говоря Или кусочек какого-то травы там Которая просто плывет по озеру Ничем там не было привязано Но легким, по отношению К вашей снасти Насколько это возможно Не используйте тяжелое оборудование С точки зрения самого монтажа Также и самой приманки или наживки Четвертое, это игнорирование мести Его непосредственного проживания Правда в том, что когда вы приходите к воде Или к платному водоему Или к обычной реке Вы обычно едете в какое-то место В платниках, как всегда бывает Вы приезжаете, особенно, когда там первый раз Где вас поселили, там вы и сидите На реке также, где-то там выехали Где есть, там и садятся Но если вы идете к этой рыбе напрямую Придирчиво отнеситесь к месту ловли Помните Три фактора Наличие растительности на дне Где вы будете ловить И третье Это наличие глубины и мели Чтобы вы понимали, что у вас может быть комбинация Если вы, например, бросаете с мостика И у вас там три метра глубины Мы не можем говорить о каких-либо берегах и мели У вас сразу отсутствует этот фактор Но я не могу утверждать, что это сто процентов Не даст вам возможности для поклевки Все зависит от того, от того же водоема Где вы будете ловить Но никогда не игнорируйте место Где эта рыба будет с высокой вероятностью Сама приманка Это, вероятно, один из ключевых факторов Это то, что рыбаки берут, скажем так Отойдут, взяли банку кукурузы и ушли Все, больше ничего не интересно Должен быть ассортимент Я вам скажу больше Есть водоемы, на которых Вот я лично это видел Даже не обращает на кукурузу внимания А бросаешь огурец, он клюет Или ты бросаешь туда камыш, и он его ест И остальные не хотят Обязательно нужно брать с собой ассортимент Чтобы выяснить, на что именно он клюет Это, пожалуй, основное На что вам нужно обратить внимание И я бы еще посоветовал следующее Когда ловите белого амура Особенно это утром, там вечером Забудьте о свете Не ставьте машину близко к берегу Когда взойдет солнце Оно будет отражаться от машины в водоем Амур боится этого Поняли, да По возможности, минимизируйте воздействие света Что я еще наблюдал на собственном примере Я был на водоеме, где обитает и карп И карась, и белый амур, толстолоб И карп очень любил кислую сливу Запах в приманке покупал в магазине И карп сильно любил ее Это было оптимальной приманкой И то, что я видел, что когда бросаешь эту приманку Я ни разу не ловил белого амура И когда я приезжал на тот же водоем Вообще без приманки Мне попадалось, что я ловил белого амура Хотя я на него не охотился Даже то, что у вас на руках есть запах На руках, подчеркиваю, есть запах той или иной приманки Вы можете не почувствовать, но будете удивлены моими словами Вы даже можете посмеяться, но белый амур их так сильно чувствует Я рекомендую вам даже мыть руки после использования Различных химикатов для ловли той или иной рыбы Это не обязательно Там должны быть именно руки Там с мылом вымыть Не падайте в такое Главное, чтобы вы поняли смысл Он не любит химию Он не любит посторонние запахи Только запахи, которые ему присущи и естественны, скажем И любимы именно этим видом рыбы Обратите внимание Когда вы путешествуете с группой или в компании кого-то Кто не знает, как себя вести на рыбалке, лучше сразу проговорите Потому что если вы хотите поймать эту рыбу, на берегу должна быть тишина Не должно быть лишнего шума Не должно быть излишних стуков, громких разговоров и прочих беспокойствий Он будет бояться этого, это повлияет непосредственно на вашу рыбалку Наживка Когда вы используете приманки или наживки Скрывайте всегда крючок Я уже об этом говорил, но это также игнорируют Потому что карпа, как правило, не нужно прятать, а на карася тем более На амура нужно тщательно прятать крючок Потому что он только на колеце и больше не будет продолжать свой рацион, он уйдет И последнее, на что вам нужно обратить внимание Не используйте загрязненные наушники или насадки Иногда практика показывает, что карп и сазан клюют на прокисшую кукурузу Это правда, амур не может терпеть этого Он не любит запахи и вкусы, которые не свежие, поэтому он предпочитает свежую еду Он этого не любит Также может быть любая насадка или приманка, которая уже не первой свежести Не используйте это Более того, когда вы, например, ловите на грушу, и не важно, каким будет этот фрукт, или даже на камыш И вы отрезали кусочек, повесили на крючок, и оно дальше лежало на воздухе, и на солнце подсохло Когда вы будете менять свою приманку, или когда у вас уже был укус, и вам нужно прикрепить новую, важно следить за состоянием лески Отрежьте, чтобы было свеженькое, чтобы у вас был запах, и он был максимально возможный в этих условиях Это не является панацеей, но все эти факторы повлияют, они дадут какой-то коэффициент-процент на успешность вашей рыбалки Итак, друзья, на сегодня это все, это основное, что я хотел вам рассказать о белом амуре Надеюсь, что я ответил на большинство ваших вопросов Возможно, для профессионалов-рыбаков по этой рыбе я ничего нового не сказал Для тех, кто только начинает свой путь или находится посреди него, я надеюсь, что дал какую-то полезную информацию С вами был Игорь До свидания, пишите свои вопросы, если они будут Субтитры сделал DimaTorzok